Доброе утро на моем канале про путешествия. Мы задержались в Малболе, сегодня уже пошел третий день, потому что мы не можем отсюда уехать просто так. На самом деле Малбол — это не только замечательные пляжи, это не только крутой сторфинг, черепахи, сардины и всевозможные рыбы и кораллы. Это также и известные тем, кто собирается в поездку на Филиппины и ищет какую-то информацию. Это один из первых поисковых запросов. Кавасан Фолс, то есть вот эти водопады с шикарной лазурной водой, как на Мальдивы. Ну, как минимум, так оно на картинках. Наша цель — посмотреть, как можно туда доехать самостоятельно, во сколько нам это обойдется и действительно ли это так. Давайте пройдемся по этой оживленной, живописной дороге в Малболе и посмотрим, как же живет Малбол днем. Потому что у нас особо пока что не получалось. Мы первый день приехали, сразу ехали на пляж и видели жизнь только даже не из окна, а от рецикла. Вчера мы сразу с утра уехали на пляж. И все-таки интересно посмотреть, как живут местные. Вот так вот. Мне нравится, как и в других многих азиатских странах. У них очень яркие школы, детские сады. Все такое красивое-красивое, как, знаете, как вот джипни. Любят они яркие цвета, но это хорошо. Это очень повышает настроение и нам, туристам. То есть нет вот этой серости какой-то, монотонности. Все может быть и бедненько, и простенько, но зато ярко. И, пожалуйста, 7-11, который наш спаситель здесь, намного больше даже, чем в Таиланде. И я вам рассказывал уже про то, что здесь есть зона отдыха. И по вечерам здесь собираются местные туристы, потому что в этом районе практически нет ничего больше. Они вечером также выставляют вот здесь еще столики стоят. То есть здесь два ряда. И там за 7-11 есть и туалет, и можно руки помыть. То есть за исключением тех немногих ресторанов, пары, которые здесь есть, это одно из немногих мест, где можно посидеть. И прямо за 7-11 находится местный рынок. Здесь можно купить фрукты. Там разные, естественно, шерпотреб. Фрукты, овощи, яйца. Ну, такой типичный классический азиатский рынок. Он здесь не очень большой, находится прямо за 7-11. Аптека, если очень нужно. Но, кстати, аптеки работают недолго. Видите, здесь за рынком остановка автобусов. И вообще здесь целый автовокзал. То есть отсюда можно уехать в разные места. Это, конечно, не автовокзал в Сибу-Сити. Зато здесь куча всего. И здесь есть вторая часть рынка. Здесь есть, продается местная еда, местные напитки. Но хочу сказать, у меня особого желания. Это ничего не вызывает. Много сладостей. Вот школьницы. Непонятно, то ли в школу, то ли со школы. То ли прогуливают уроки, может быть. Много-много местной еды. Если вы уже оказались, мол, более без наличных песо. И у вас только доллары. У нас были и песо тоже еще. Но, честно, оказалось то, что отсюда потом можно, например, уехать напрямую на Бахол. А не ехать назад в Сибу-Сити. И решили затариться немножко песо. Но здесь, вот в этом money changer, как они называют, самый высокий курс. Я сейчас поменял даже выше, чем в Сибу-Сити. 52, около 52.30 за 1. Там же был 51.90. На рынке вообще 51.70. И, как ни странно, здесь людей практически нет. Вчера пытались обменять в обменнике в торговом центре. У них закончились наличные. Это официальный обменник. Но имейте в виду, не во всех обменниках на Филиппинах обменивают старые доллары. Сейчас я не буду доставать из сумки. Старые доллары, они более светлые. Новые доллары более такие, более шершавые, более зеленые, более аккуратные. Поэтому будьте внимательны. Если вы едете на Филиппины, просто просите в обменниках, в банках, когда снимаете со счета, просите, чтобы вам выдавали только новые купюры. Она не стала принимать старые. Хорошо, что у меня где-то 50 на 50. Я спросил, сказали, что так не везде. Но вот видите, в сельской местности можно нарваться и на то, что вам просто не обменяют доллары до 2013 года выпуска. Это важно. Что там на рынке? Есть что-нибудь? На рынке ничего нет. Ну, то есть все дорого. Манго по 120. Манго по 120. То есть, вы понимаете, да, то, что... Авокадо по 70. Мы покупали манго по 80 в Сибусите на рынке. Здесь вам по 120. И мы дошли до рыбного порта. Они его знают не как рынок, а как именно порт. Видимо, поэтому изначально возникло недопонимание в отеле, когда мы спрашивали про рынок. И вот так они сушат сардин. Мы видели, как они продаются уже в готовом виде. Это что-то типа у нас соленая вобла, а здесь соленые сардины. Здесь есть магазинчики. Что-то продают. Ну, магазинчики особо не примечательные. Блядь. Сори. И начинается рынок с мясом. Я туда не пойду. Там свинина и запах. Запах, честно говоря, ужасный запах. Что-то написано. Наверное, написано то, что нельзя покупать скатов и акул. Я подозреваю. Все написано на их местном языке. Но я думаю, что это именно то, что... Потому что вообще скаты, они занесены во все книги известные и неизвестные. Вот здесь рыбный рынок. И хочу сказать, запах намного приятнее, чем в мясном отделе. Я спокойно здесь могу находиться. Все свежее. А вот мясо такое ощущение, что уже даже не вчерашнее. Посмотрите, рыбы много, но по сравнению, например, с рынком на Джамбаране, на Бали, конечно, спутника. Ну что, есть тунец, разная неизвестная рыба, красная, всякая мелочь. А вот таких рыб я вчера видел, когда нырял с маской и с трубкой. Это единственная архитектурная достопримечательность Моау Бола. И за церковью расположился парк. А, не единственный, почему? Таун парк. Флаг Филиппин развивается. У нас же есть еще памятник. Сейчас. И тут же бас-стоп. А? Да, это наш. Если вы хотите экстрима, то я вам очень советую поехать на автобусе до Кала-Сан-Фол. Что мы и сделали. Ехали мы, слушайте, управили за 30 минут, хотя обещали 40. Водитель сумасшедший просто. Мне кажется, он где-то у нас в Сочи водил маршрутку, потому что дорога с серпантином идет, да, там повороты. Он прям вот так вот. Ну, честно, не могу сказать, что было как-то страшно. Дух немножко захватывает, но такое приключение. Мы приехали на Кала-Сан, посмотрим, нужно ли что-то платить или нет. За автобус мы пока что заплатили по 21 филиппинскому песо с человека. Всего 42, соответственно. Нам предлагали мотоцикл, вот этот туда-обратно за 1000 минимум, 1200 тысячу. Машину можно было найти за 1200. Конечно, вот машина, это был вполне себе неплохой вариант, но мотоцикл вообще нет, потому что, честно, до пляжа доехать еще как-то можно потерпеть. Я не готов за свои деньги ехать эту дорогу на мотоцикле. По времени мы бы точно ничего не выиграли, а ехали бы, скорее всего, дольше. А по комфорту, в автобусе очень комфортно, он хоть и без кондиционера, этот автобус, но до такой скорости абсолютно не жарко. Конечно, никуда, никуда. Никуда. Видите, здесь, конечно, куча сразу людей, которые тут же набежали, предлагают все, что можно и нельзя, и каниниринг, и гидов, и все, что хочешь. Мы хотим просто прогуляться, но мне нужен никакой гид, потому что рассказывать сейчас про... Это же не исторический какой-то арт-объект, а исторический или арт-объект, где нужно историю знать. Нам хочется просто посмотреть, что из себя это представляет, и показать вам, возможно ли это сделать самостоятельно, потому что с гида может каждый. Нет, но, честно, когда едешь на автобусе, такое ощущение, как будто ты в каком-то мультике, находишься в мультике или в фильме, краски такого цвета, небо такого цвета. Вот я смотрю в камеру вживую, в камеру вживую, и реально это что-то нереальное, какие-то... Вот такое ощущение, как будто просто взяли и добавили четкость, резкость, и как-то в Инстаграме есть какая-то функция, насыщенность, насыщенность цветов. Это очень красиво. Естественно, здесь бизнес работает. Бизнес работает. Спасибо большое. Спасибо, но жемчуг искусственно мне нужен. And how much is that? 35 cold. Cold. Будешь, купонат? Да, предлагаю. Смотрите, здесь кокосы по 35 холодные. Холодные 35. И я думаю, почему бы не взять, потому что вчера на пляже нам начинали 100. Ну, мы, конечно, взяли намного дешевле, но в такую погоду освежиться после дороги самое... Спасибо. А я пока кокосы покупал, пока смотрел по сторонам, я, честно, не заметил вот эту реку. Конечно, вода такого крутого цвета, такое ощущение, как будто морская, правда. Все берега усеяны пальмами, и здесь люди стирают белье. Посмотрите, прям в реке тут же сушится абсолютное погружение в местный колорит. То есть, с одной стороны, такое все приглаженное, туристическое, браслеты из камня, которые, естественно, сверху, выглядят, честно, как пластмасса из Китая, может, так отполированный. А тут же палатки с кокосами, с тапками, с полотенцами, всякой трепеденью, с водонепроницаемыми чехлами. И вот это вот природная красота. Честно, я уже нисколько не жалею... Ох, и люди там купаются. Слушайте, я нисколько не жалею тех 25 рублей, которые я за себя заплатил, чтобы приехать сюда. Мы с вами подошли к блокпосту. Здесь нужно платить за вход. Кстати, оплата, хочу сказать вам, очень-очень уместная. 45 филипинских песо, это где-то 50 рублей. Также есть прайс на дополнительные услуги. Можно взять в аренды экшн-камер за 500 филипинских песо, шлем 50. То есть все основное снаружение, которое вам может понадобиться, вплоть до сумки неводонепроницаемой, по 50 песо. Услуги гида 200 песо. И также можно взять портье, который будет носить ваши вещи за 200 песо. То есть, ну, это круто. То, что если, например, люди приехали там с большим количеством сумок, это прям замечательная услуга, мне кажется. Подходим, наконец-то, к первому водопаду. Здесь есть зона, где можно отдохнуть, посидеть, кафе. И сейчас просто... Держитесь! Держитесь! Это что-то невероятное. Невероятное. Потому что это как раз то... Это как раз то, зачем мы сюда ехали. Посмотрите на цвет воды. Это нереально. Здесь всех заставляют надевать жилеты. Посмотрите. Посмотрите. И это только первый водопад. Держится. Играет музыка. Держится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два водопада уже пройдены, впереди всего один водопад, и мы до него обязательно дойдем. Мы только что пообедали, дошли до второго водопада. Хочу вам сказать, вот это правило, когда чего-то будет одного-несколько вариантов, первый будет всегда более загруженный. Первая очередь, первая дверь, и тут это первый водопад, то же самое. Он невероятно красивый, это правда, но там ужасные толпы народу. И там, конечно, за правилами очень строго следят. Здесь хочу вам сказать, что с правилами все очень так расслаблено. Кто хочет купаться в жилетах, кто не хочет купаться без жилетов. Фишка данного водопада в том, что все отсюда прыгают. Именно с этого водопада. Но кто прыгает, кто не очень, потому что кто-то отказывается в конце концов. Слава богу, пока что никаких эксцессов, инцидентов мы не заметили. Но так пару раз люди там на попу неплохо приземлились. Думаю, будет долго еще болеть. Здесь есть кафе. Полноценное кафе, достаточно большое. Столы не налеплены друг другу, как на том водопаде. Этим очень понравилось. Мы здесь даже пообедали, заказали курицу с рицем и напитком за 150 филипинских песо. Очень доступно и, хочу вам сказать, достаточно вкусно. Слушайте, дошли до третьего водопада. Дошли до третьего водопада. Хочу сказать, не хотелось уже идти. Устали. Солнце скоро уже будет садиться, но это очень круто. Здесь карзанка. Посмотрите, вода нереального аквамариного какого-то такого цвета. И вот напрыгались уже вдоволь, потому что с водопадами уже вот так их. А это что-то новое. И так адреналин в кровь приливает, хочу вам сказать. Мы тут не одни, но нам повезло. Мы уже поздно, люди начинают расходиться. И перед нами буквально два человека, так что вау. Вау-вау. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Столько воды Наглотался Накупался Пить не захочу еще 3 дня В общем вот такая вот атмосфера Царит на третьем водопаде Мне кажется все немногочисленные По сравнению с тем С тем количеством которые были на первом Доходят сюда Они просто кайфуют Кайфуют после той дороги Потому что вот то что смог Камера села основная Снимая на телефон Дорожка такая крутовая Тогда третья водопада уже Нужно еще разобраться куда идти Сейчас я вижу на эмоциях После этих вот прыжков Видите Я очень Если вы хотите Поднять свой бизнес Я счастливый Талисман После меня Всегда очередь Вот запомните это Беру дорого Работать эффективно Дорожка Греб Снимая Снимая Крыса